Посмотрев на школьника Петю, сразу и не скажешь, что он уникальный ребенок. Но если приглядеться, можно увидеть. Ест он правой рукой, а пишет левой. Хотя и то, и другое может делать обеими. Что это за феномены, почему люди делятся на правшей и левшей, Пете неинтересно. Мальчик просто рад тому, что у него есть возможность выбирать, какой рукой он хочет сделать то или иное. Несмотря на свой юный возраст, Петя чувствует в себе творческий потенциал. Любит рисовать, сниматься в роликах на телевидении. Даже интервью «Видное ТВ» он давал раскованно. В будущем я хочу стать артистом и сниматься в кино. Такие творческие способности часто наблюдаются у левшей. А все потому, что у этих людей больше развита правая сторона мозга, которая отвечает за фантазию, воображение, абстрактное мышление. В то время, когда у правшей, наоборот, преобладает левое полушарие – счет, системность и логика. Здесь я могу еще дифференцировать такое понятие. Иногда говорят «левша», а иногда говорят «леворукость». Это тоже разные два понятия. «Левша» – это уже закладывается в функции правого полушария уже в внутриутробном периоде. И ребенок решает, я буду левша. И вот он рождается левшой. А «леворукость» – это когда человек в течение жизни начинает по каким-то причинам правое полушарие берет на себя ответственность. Например, это может быть, знаете, когда мама кладет ребенка все время больше на правую ручку. Каким бы образом у человека не начала преобладать левая рука, процент левшей в мире составляет около 15% от всего населения Земли. Это достаточно большая цифра, однако вся наша жизнь приспособлена под людей праворуких. От этого левши чувствуют неудобства в повседневной жизни. Им даже приходится приобретать специальные шариковые ручки с изогнутым кончиком. Так если левшам настолько трудно жить в обществе комфортно, стоит ли переучивать ребенка, чтобы он пользовался правой рукой? «Мать природы, она настолько мудра, и она для чего-то рождает именно этих людей и этих людей. Поэтому этого ребенка ни в коем случае переучивать нельзя. Более того, к нему нужно подходить очень точечно, очень лояльно, спокойно. И это нужно терпение». В поисках своей статистики мы вышли на улицу и спросили у видновчан, правша человек или левша. «Я правша». «Правша». 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 «А вы тоже». «Правша». «Правша». Но у некоторых прохожих оказались друзья или родственники левши. Вот что они могут сказать о таких людях. «Довольно умные, добрые, отзывчивые, положительные, позитивные». По мнению специалистов, леворукость – это не отклонение. Это вполне нормально. Больше того, тенденция, как у героя нашего сюжета Пети, о преобладании обеих рук распространяется. И, возможно, в будущем все мы будем функционировать обеими руками. Юлия Погосян, Евгений Петров, Ирина Кошлева, Видное ТВ.